МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа О чём говорят? В этом году исполняется 60 лет творческой деятельности удивительному человеку, почётному гражданину Самарской области, заслуженному работнику культуры России, дирижёру, профессору, кавалеру орденов и прочее, Владимиру Михайловичу Ощепкову. Просто перечислять почётные звания и наград Владимира Михайловича это целый список, ни на одной визитке не уместится. Но главное, хоры, которыми руководил и руководит Владимир Михайлович, прославили Самарскую землю во многих уголках мира. Он неординарной яркой личности, сегодня он у меня в гостях. Здравствуйте, Владимир Михайлович! Спасибо большое, что пришли. Не будем никого обманывать, мы знакомы больше 20 лет, и мне всегда приятно с вами встречаться. Сегодня вы ещё и художественный руководитель Центра эстетического воспитания детей и молодёжи. Почти 12 лет, наверное, была создана эта организация. Объездили огромное количество стран. Я вот сказал, прославили Самарскую землю. По-моему, более чем в 20 странах вы были. 23 страны. 23 страны объездили. Замечательно. На самом деле, вам памятник нужно ставить, мне так кажется. Ну, и по праву вы почётный гражданин Самарской области. Ещё один секрет открою, если телезрители наши не знают, вам исполняется в этом году и 80 лет. Несмотря на то, что вы великолепно выглядите, и, по-моему, в душе вообще молодой человек. Думаю, что душа, конечно, молодая. Думаю, 80 лет, всё-таки 80 лет чувствуется иногда. Иногда чувствуется. Иногда чувствуется, да, пожалуй, надо никак в 30 лет работать. Чуть-чуть поосторожней. Ну, может быть, вы и правы, но выглядите бодрячком. Вы ведь родом из Прими, вы не из Куйбышева, не из Самары. Нет. Так получилось, что я переехал сюда. В этом виновата, извините, в кавычках, виновата министр культуры Советского Союза Екатерина Васильевна Фурцева. Я слышал, там вообще такая история романтическая, фильм можно снимать. Да, это было действительно удивительно совершенно. Как я к ней попал, совершенно вот точно могу, не могу понять, как я попал. Меня с кем-то перепутали. Я прохожу, достаю, у меня в расставлении, как директора музыкальной школы показывают красненькое. Они решили красненькое кружечко, какой-то особенный товарищ. Вы же поехали, вам... Вы поехали искать правду, насколько я понимаю, к ней, да? Искать правду к ней поехали, расширить условия проживания. Ну, у меня нет, там получилось так, что мне должны были дать квартиру, но квартиру не дали. А так как у меня уже была семья, уже и дочка появилась, то я решил, раз не дали квартиру, поеду дальше. И вот поехал, все. Мне, правда, мне не отказали в квартире, просили подождать, но поехал, и вот дохожу. Вы к кому? Я говорю, Екатерине... Фурцевой, да? Фурцевой. Екатерине Васильевне. Так, вы с ней договаривались? Нет. Созванивались? Нет. А тогда как же вы прошли? А у меня красные книжечки. Нет. И тут я по молодости говорю, что я не имею права прийти к своему министру? Нет, конечно. Извините, вы кто? Я директор музыкальной школы при Уральской консерватории. Смех. Ну, какой, понимаете, уровень директора... Там ректор консерватории не может попасть, директор Большого театра не может попасть, когда это, так сказать, все в запись. Ну, работа, конечно, министр культуры Советского Союза. Настолько было необычно, что секретарь говорит, пойду, доложу. Пускай Екатерина Васильевна тоже посмеется. И ушла, открывает дверь, и говорит, проходите. Я захожу, смотрит на меня наш министр, изучающий взглядом, не отстаю. Она посмотрела и сидит, все, занимается своим делом, перекладывает все. Ну, что дальше? Я говорю, Екатерина Васильевна, можно пройти? Она говорит, вы уже вошли. Я говорю, поближе, можно проходить? И опять я сел, а она сидит, занимается своими делами и никаких... Она паузу специально выдерживала, да. Потом он уже раздражал ногами. Ну, что дальше? Тут я встаю и говорю, стоит холодильник. На холодильнике чемодан. Она сейчас смотрит, ворвался. Явно сумасшедший какой-то придам. В чемодане лежит дочка. Она привстала, готова уже нажать кнопочку срочно, чтобы меня вывели. Явно сумасшедший откуда-то вырвался без разрешения, ворвался к ней в кабинет. Вы мне скажите, почему у вас дочка в чемодане на холодильнике? Я говорю, да некуда детскую кроватку поставить. Насколько я знаю из этой истории, у вас было много после этого предложений, потому что министр культуры распорядилась всячески вам помочь. И в конце концов вы оказались в Куйбышеве. Возглавили МУСПЕД, много лет им руководили. Литератор, книгу написали о трех китах и моих друзьях. И насколько я помню, по-моему, в конце прошлого года еще одна книга у вас вышла. Вот еще вышла. Ага, принесли. Волшебный инструмент. Волшебный инструмент. Щепков и Хигай. Вот очень интересно, Самарскую Луку выпустили. Хорошо. Вот смотрите. Вам обязаны рождение многие хоры города. В их числе и один из старейших, академический хор Самарского аэрокосмического университета. В 1961 году... Как приехал, так сразу мы решили. Музыканты приехали очень интересно сюда, собрались сразу к консерватории. И мы поставили задачу, давайте по каждому музе попробуем организовать хор. И вот пошли мы по вузам. Ну, не будем сейчас перечислять все вузы, где нас как встречали. Равнодушие. В одном авиационном институте Виктор Павлович Лукачев говорит. Так, молодой человек, сумейте создать у нас хор. Мы вам при жизни памятник поставим. Ой, как нашему инженеру, и показывает палец вверх, нужен Чайковский. Вот оно как. Тогда была полемика в Комсомольской правде. Нужен ли инженеру Чайковский? Физики и лирики. Так вот, Виктор Павлович так глубоко смотрел... Павлович Лукачевского привнесли. Да. Здорово. И хор, ведь он до сих пор живет, по-моему. 50 лет. В этом году полет Юрия Алексеевича Гагарина был. Да, был замечательный. 50 лет нашему хору, 50 лет творческой жизни в городе Самаре. И он ознаменовался тем, что мы открыли год космоса в Москве, в Российской Академии Наук были приглашены. Затем мы посетили Байконур, там дали 4 концерта. После этого здесь мы провели фестиваль, конкурс «Самара космическая» и в зале филармонии мы провели большой заключительный концерт. В общем, три дня мы праздновали этот великий юбилей, полет Юрия Алексеевича Гагарина. Я вообще помню ваши замечательные вот эти вот хоры, которые в городе, на площади Славы был давно уже, наверное, лет... Это 400 лет было тогда. 400 лет, да, может быть. Огромный вообще тогда хор, который вы дирижировали. Вы понимаете, какой-то в 60-е годы, в которые я приехал, какое-то движение было. Вот молодежный клуб. Какой-то будоражил тоже все. То появлялись, тот джаз приезжал, тот конкурс Кабалевского. Вот мы с Кабалевским тогда познакомились. Начали потом внедрять его программу. Потом хоровые студии стали создавать. Это было что-то... Я в это время 17 лет руководил хоровым обществом, и поэтому приходилось всем этим делом заниматься. Отсюда у нас были... Если честно сказать, сегодня вот то, что мы тогда создали, как-то сегодня еще есть. В принципе, хоры живут и сегодня. И востребованные сегодня. И люди с удовольствием приходят и слушают. И вот тот праздник, который был в прошлом году, совершенно грандиозный. И к Дню космонавтики, и все вот эти мероприятия, которые были. Это же действительно было здорово. Поэтому я бы не сказал, что... Конечно, сейчас не те 60-е. Мне кажется, рано жить воспоминаниями. Потому что еще очень много делается и сейчас, и, по-моему, огромное количество задумок на будущее. Да ну, задумки-то есть. Ну, вот губернский хор мы... По решению Совета ректоров у нас сейчас создан губернский молодежный хор. Там поют студенты аэрокосмического, студенты педагогического, студенты медицинского, студенты других вузов. Вы знаете, музыкальную столицу мира мы победили. Мы приехали туда, вначале на конкурс Шуберта. Нас признали лучшими среди всех призеров. Затем мы с послом нашим в Австрии договорились о том, что проведем международный конкурс Орфей. И туда мы приехали, я привез туда четыре коллектива. Хор орокосмического, хор медицинского, хор «Золотая лира» в двух номинациях. Смешанный хор и женский хор. И все стали лауреатами. А женский хор получил гран-при. Это была сенсация вообще и в Вене, даже музыкальной столице мира, как они говорят. Потому что с одного города, с одним дирижером и все коллективы один лучше другого. Ну, а в конце мы все объединились и спели европейский гимн. Это Бетховен, финал девятой симфонии. Грандиозно. Знаете, правда, мало времени остается, совершенно мне подсказывают. Но, тем не менее, можем еще поговорить. Вот к вашей характеристике я бы сказал. Смотрите, вы чуть было не сыграли главную роль в фильме «Весна на Заречной улице». Но Николай Рыбников вас обошел. Об этом мало кто знает. Было такое. Я работал в театре с Веновском. И вот на гастролях были, когда меня заприметили. Киношники. Киношники, да. И вот, потому что я там играл, выходил, у нас очень хороший молодежный спектакль был. Я там выходил, как баянист играл. Ну, такая роль у меня была не очень большая. Ну, в общем, вот, заметили. Ну, я так ждал, ждал следующее приглашение. Так его и получил. Не последовало. Ну, и хорошо, мне кажется. Учились с легендарным Борисом Штоковым, народным артистом Советского Союза. С Юрой Гуляевым. С Гуляевым, да. Да, огромное количество людей, легендарных, знаменитых, с кем вы соприкасались. Вот мне знаете, о чем хочется сказать? Вот тоже, что характеризует. Вот 2010 год. Землетрясение на Гаити. Что происходит в Самаре? Благотворительный концерт в помощь пострадавшим. Вы собрали и отправили туда средства? Провели, да. Вот, маленькие, казалось бы, такие, а может быть и немаленькие, да, дела, которые характеризуют большого человека. Ну, и вот битва под Москвой, под Ленинградом, блокадником. Мы тоже все эти проводили мероприятия. Мероприятия и концерты. Ведь это и есть воспитание патриотизма наших. У меня же основа молодежь. Есть еще, правда, мальчишки. А мальчишки-то как приехали в Севастополь, да на кораблях-то там как пели. А в Волгограде, да как они в монументе славу запели. Вы знаете, это же было что-то потрясающее. Вот, Владимир Михайлович, извините, что перебиваю, правда, времени совсем не осталось. Вот чтобы и дальше, вот точно с таким же задором, и мальчишки на кораблях, и девчонки, я не знаю, где-то на площадях различных. 23 страны с концертами. Еще 23 страны с концертами хочется вам пожелать. И дальше прославляйте землю самарскую. Все зависит от того, что помогали. Помогали. Вот это очень важно. Я уже обращался и к нашему губернатору. Все будет у вас хорошо. Он вроде бы так богословно относится. Ну, я, говорит, люблю хоровое пение. Вот, вот. Спасибо, что вы у нас есть. Спасибо большое. Я напоминаю, это была программа «О чем говорят». Смотрите нас на канале «Губерния». Спасибо. Я приглашаю всех в декабре месяце. Будет отчетный концерт в зале филармонии. Спасибо еще раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова